Когда появится горячая вода в общежитиях на Дели-Кутуе? В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс от тележурналиста Арины Шараповой. Мне кажется, чем больше я с ней встречаюсь, тем больше я понимаю современный мир. Куда и почему на зиму улетают птицы? Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Карина Бравцева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров награжден почетной грамотной Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Ильшат Гафуров отмечен за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов. Когда появится горячая вода в общежитиях на Дели-Кутуе? Главный вопрос, который волнует студентов Казанского федерального университета. Ответ на него в нашем следующем сюжете. Во дворе третьего общежития Казанского федерального университета ведется строительство тепловой сети. Работа направлена на обеспечение горячей водой пяти общежитий. Первого, второго, третьего, четвертого и шестого. Процесс перекладки труб горячего водоснабжения на аварийном участке начался на прошлой неделе в четверг. Важно отметить, что производится также демонтаж старой сети. Протяженность данного участка трубопровода примерно 142 метра. Работа завершится в течение двух недель, чтобы обеспечить горячее водоснабжение в наших общежитиях. На сегодняшний день уже подготовлена трасса для перекладки новых труб. На месте и привезен рабочий материал. Подрядчики обещают поступление горячей воды в течение двух недель. Однако конкретной даты строители назвать не могут, так как процессу работы могут помешать неблагоприятные погодные условия. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Представители Казанского федерального университета в составе делегации Республики Татарстан приняли участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020». Вначале представители КФУ посетили город Дубай, а затем и город Каир. Выставка проходит один раз в три года в течение 170 лет. Она представляет платформу для демонстрации инноваций. В павильоне России шесть месяцев будут проходить презентации регионов страны. Татарстан представил первую неделю всемирной выставки. Действительно вызвало определенный интерес. Деятельность Казанского федерального университета, стран наших коллег, из разных стран, после страны руководства Объединенных Рабских Эмиратов, были достигнуты договоренности с Департаментом энергетики Объединенных Рабских Эмиратов о продолжении диалога, взаимодействия в части презентации наших возможностей по цифровому моделированию нефтяных скважин. Для них это интересно, такая цифровая трансформация области геологии, нефтегазовых технологий. Поэтому здесь достаточно интересный контакт сложился, и уже последующие связи были установлены. В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс президента автономной некоммерческой организации «Арт-медиа образования» тележурналиста Арины Шараповой. Смотрим. Как не поддаться манипуляциям? Вот урок «Как не поддаться манипуляциям» проходит у меня не один раз. Вы абсолютно правы, когда вы сказали, что для того, чтобы понять информацию, ее надо со всех сторон открыть, посмотреть. Мероприятие прошло в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Ведущим выступил декан Высшей школы Леонид Толчинский. По приветствам будущих журналистов, известная телеведущая дала бесценные советы, рассказала о своем профессиональном опыте и поделилась секретами развития навыков. В ходе творческой встречи студенты Казанского университета смогли задать все интересующие вопросы. Я обожаю с ребятами разговаривать, они так много знают. Мне кажется, чем больше я с ними встречаюсь, тем больше я понимаю современный мир. А я такой человек, я должна знать, что происходит сегодня. Поэтому для меня это просто воздух, все эти встречи. В конце встречи Арина Шарапова пообещала в скором времени снова посетить Казанский университет. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. В связи с введением системы QR-кодов резко взросло число желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. В прививочных пунктах наблюдается скопление граждан. В связи с этим увеличивается время работы прививочных кабинетов в поликлиниках. Так, университетская клиника КФУ готова прививать студентов, сотрудников и преподавателей вуза, а также всех желающих с 9 до 18.00 по будням и с 9 до 14.30 в выходные. Запись осуществляется по телефону 233-30.00. Для вакцинации от COVID-19 необходим паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В саду университетской школы появилась новая аллея плодовых деревьев. Как прошло преображение сада, узнаем в следующем сюжете. Школьники вместе со студентами и преподавателями Елабужского института Казанского федерального университета высадили в саду университетской школы яблони, груши, сливы и вишни разных сортов. Кроме того, ребята восстановили хвойную аллею, которая пострадала из-за засушливого лета. Часть молодых елей ребятам пришлось пересадить заново. А в следующем году пришкольный сад пополнится и плодовыми кустарниками. С 1 сентября 2021 года в школе реализуется программа по усилению биологической составляющей учебного процесса. Именно в рамках этой программы проводились сегодняшние работы. То есть мы обучали детей, как правильно посадить плодовые деревья на территории будущего фруктового сада. Сегодня мне предоставился такой шанс посадить несколько деревьев в нашей школе. Чувствуется, что оставил частичку себя, чтобы потом через 10 лет, когда приду, можно было бы взглянуть на уже большой дивный сад. Высадка новых деревьев – это лишь часть новой программы Казанского университета по биологизации образования, утвержденной ректором Ильшатом Гафуровым. В рамках этой же программы на территории школы в скором времени появится теплица, в которой школьники и студенты Елабужского института смогут вести проектную исследовательскую деятельность. Она будет связана с различными технологиями выращивания растений. Также здесь будут развернуты оранжереи с постоянным поддержанием климата и гидропонные системы, которые необходимы для беспочвенного способа выращивания на основе питательного водного раствора. Джамини Баева, Айдар Нурмиев, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялись матчи 1-8 Кубка КФУ по мини-футболу. На паркет «Уникса» вышли сборные Елабужского института, Института математики и механики, Института геологии и нефтегазовых технологий и Института фундаментальной медицины и биологии. Сильнее своих оппонентов оказались елабужцы и нефтяники. Встречи завершили со счетом 5-2, 6-3. Напоминаем, что за матчами Кубка можно следить в наших социальных сетях. Известно, что некоторым птицам свойственно улетать на юг. Они покидают привычное место обитания в осеннее время, а возвращаются только весной. О том, куда именно улетают птицы и по каким причинам, узнаете в нашем следующем сюжете. У птиц существует определенный сезонный ритм, в соответствии с которым происходят те или иные жизненные акты. Большинство птиц, обитающих на территории Республики Татарстан, являются перелетными. Именно поэтому с изменениями климатических условий они начинают торопиться в теплые края. Многие заблуждаются, что перелетные птицы летят именно на юг. Это может быть и восточное, и западное направление. Более того, есть уникальные случаи, когда птицы летят в теплые края на север. Что является ключом для перелетов или сигналом к этим фенологическим событиям? Дело в том, что птицы, ведь они как существа теплокровные, а температура их тела за 40, 42, 41 градус, это обычная температура, в отличие от нас с вами. И поэтому для них сигналом является неизменение температуры. Ну, например, некоторые птицы наши перелетные, например, тот же самый знакомый нам черный стриж, которого мы обычно всегда наблюдаем во время пролета, перелетов, вот когда они собирают комаров в воздухе с визгом таким мощным, как правило, они улетают у нас в середине августа. И в этом году произошло именно так. Хотя вы помните прекрасно, август был еще достаточно теплый. Говорить о том, что будут скоро холода, еще не приходится даже сейчас. Поэтому их полет, отлет, вернее, связан в первую очередь с уменьшением количества корма из-за сокращения количества светового времени дня. Соловей никогда не прилетит раньше грача, а скворец раньше стрижа. В этом году произошла задержка от лета ряда перелетных видов. Именно поэтому на улицах Казани мы пока еще видим огромное разнообразие пернатых. Сейчас готовятся к отлету те, кто питается ягодами, например, славки и пеночки. Также практически до сих пор сохранился весь набор водоплавающих птиц. Надежда Мещерякова, Радмир Софиулин, Универньюз. В информационном агентстве Татару Информ состоялась двухязычная пресс-конференция, посвященная 11-му международному форуму «Ислам в мультикультурном мире». Традиционным местом проведения мероприятий является Казанский федеральный университет. Все подробности смотрите в нашем завтрашнем выпуске. На этом все. В студии была Карина Бравцева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова